Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня тема, которой, пожалуй, не было еще нигде и никогда, или практически никогда и практически нигде. Звучит она так. Какой клад вы найдете? Ну, здесь под понятием клад могут подразумеваться абсолютно разные вещи. Опять же, для кого-то кладом являются люди, для кого-то кладом является материальное какое-то благо или какой-то материальный ресурс, для кого-то это неиссякаемый такой вот источник вдохновения и энергии. Вот мы сегодня будем разбираться, что именно может быть вашим кладом, что вы можете найти в свою очередь, как вам распоряжаться тем ресурсом, которым вы будете владеть. То есть все вот эти моменты мы рассмотрим. У нас, как вы поняли, уже сегодня три позиции. Веселый светофорчик с нами присутствует. И, собственно, сейчас мы посмотрим, как расположится у нас великие и ужасные. Почти великие, почти ужасные. На первую позицию рубиновое яблочко, вторая цитриновое. И третья позиция изумрудное красивое яблочко. В общем, выкладка шикарная. Фруктики веселые. Будем смотреть. Если вы хотите на эту или другую тему посмотреть свою ситуацию в индивидуальном порядке, то есть получить личную индивидуальную консультацию в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, в котором подробно и с уважением к вам рассказывается, как именно вы можете получить индивидуальную консультацию для себя. И большая просьба. Сейчас, если, допустим, вы обитаете в Фейсбуке, но у вас при этом есть ВК в ВКонтакте, например, лучше писать ВКонтакте, потому что там я быстрее увижу, быстрее отвечу. То есть ВКонтакте есть у меня на телефоне, например, а Фейсбук – это в те моменты, когда VPN корректно работает, я там бываю. А когда глючит VPN, соответственно, я там не бываю. Поэтому быстрее я отвечу, естественно, в ВК, чем в какую-то другую соцсеть или другой ресурс. Итак, давайте сейчас вы сможете загадать позицию первая, вторая, третья по порядку выкладки, по колоде, по фруктику. В общем, как вам больше нравится, так и загадывайте. Главное, чтобы максимально интуитивно получили информацию для тех, кто выбрал позицию номер. Номер раз, вот такой кэп неочевидность у нас сегодня случился. Давайте посмотрим по этой позиции. Вообще, давайте посмотрим сигнификацию, перспективы на ближайшие 4-6 месяцев где-то найти. О, слушайте, да здесь собрались счастливчики на этой позиции. Вы реально можете получить что-то, что-то весомое, что-то материально значимое. Вот прямо такой, знаете, ресурсный вариант здесь попался у нас. Шикарный вариант, я могу сказать. И здесь действительно вы можете получить клад, причем даже почти в прямом смысле этого слова. Для тех, кто занимается, например, какими-то там поисковыми работами, в плане у вас, допустим, есть металлоискатель, что-то еще, вот у вас будет богатый улов, прямо, то есть будет со знаком плюс. Давайте посмотрим дальше. В какой сфере вы можете обрести этот клад? Ну вот смотрите, здесь в сфере общения, путешествий, познаний других культур, других религий вы можете получить какую-то редкую книгу, причем такую с богатой уже историей, более чем вековой. Какие-то документы, бумаги, информация, которая стоит денег. То есть в прямом смысле слова что-то дорогое. У вас есть хороший шанс, если вы, например, на барахолках периодически бываете, купить что-то старинное и очень удачное. Если вы не бываете на барахолках, то как раз-таки тот шанс, когда стоит сходить, стоит посмотреть. Может быть, даже какие-то объявления там в интернете, когда люди что-то продают, например, у человека лежит там какая-то книга, может быть, Библия 19 века, там еще что-то человек продает. И вы можете для себя это по достаточно умеренной цене приобрести, но это будет составлять гораздо большую ценность, чем вы за это заплатите. Вот такая история. Прямо очень интересно. Кстати, в интернете можете подчеркнуть информацию, что и где искать. Давайте еще посмотрим, кто или что будет являться вашим кладом. Вот смотрите, еще раз, документация. Может быть, кто-то, смотрите, для кого-то прямо вот жизненно важная. Кто-то здесь, для кого-то, смотрите, жизненная очень ситуация. Кладом будут документы медицинские, которые вы получите о себе. У кого-то в прямом смысле получение диплома. Если говорить о медицинских документах, то это, ну а кто-то диплом как медик будет в том числе получать. Все это будет нацелено на будущее, на экономию приобретения финансового ресурса. То есть, если вы болели, выступали в качестве пациента, то тогда вы получите хорошую документацию, которая будет говорить о стойкой ремиссии, о выздоровлении, о каких-то плюсовых таких вот ситуациях. И хочется, конечно, пожелать тем, кто болеет, действительно выздоровления. Если вы там студент или обучаетесь просто где-то чему-то, то у вас будет тоже шикарный результат обучения, и вы получите то, что вы хотели. Кто-то будет получать судебную документацию вот именно в правильном каком-то ключе, которое принесет деньги. То есть, например, если вы получили диплом, вы сможете зарабатывать, потом стать светилом в какой-то области. Если вы по здоровью получаете хорошие документы, то вы можете в том числе и финансы приобретать, потом в хорошем состоянии здоровья. Если вы человек, который там, допустим, воздействовали друг на друга с противником в судах, то здесь будет вам тоже, в конце концов, и финансово благоприятный итог, который для вас будет потом, знаете, с возможностью реализовать дальше все это. А для кого-то это плюс ко всему еще и развод. Вот такая история. Здесь в зависимости от того, какие у вас изначальные данные. Смотрите, вот в этом ключе и получите. Но у вас, знаете, вот есть такой момент, здесь даже если говорить о том, в какой сфере вам будет вести и так далее, как-то вот все сходится воедино, и в ближайшие несколько месяцев у вас прям может открыться вся история, все пути. Единственное, насчет бывших людей, с которыми вы как-то расстались, разошлись дороги, вы немножко можете попереживать еще. Как вам пользоваться тем кладом, который найдете? Смотрите, не считать его конечным. То есть не считать, что вот это предел мечтаний, это предел того, что я получу. Больше я не смогу там, допустим, получить и все. И двигаться дальше каким-то образом. Здесь такая история, когда вот именно это для вас как начальная ступенька. Вот то, что вы получите, вы можете потом приумножить и получить еще больше, на основе того, чем вы владеете уже, вот по этому раскладу. Поэтому вам учиться, апгрейдить как-то то, что у вас есть, и не просто взять и спустить там что-то куда-то, а приобрести и затем трансформировать в еще большую прибыль для себя. Давайте вам предостережение и совет. Вот смотрите, не почивайте на лаврах. И вот здесь, как никогда интересно и в положительном, в позитивном ключе прозвучит фраза «Чеславие – мой любимый грех». Вот в данном случае для вас в определенную меру чеславие не будет являться грехом, а чеславие для вас в этом случае и определенная соревновательность, желание со страстью, да, вот отдаться изучению предмета, того, которого вы получите и так далее. То есть, допустим, изучить документы, почерпнуть знания, узнать историю того, что вы нашли, что вам попало в руки, приумножить и улучшить свою квалификацию в рамках того, чем вы будете заниматься далее. Вот все это идет со знаком плюс. То есть вот здесь именно та ситуация, когда отдыхать, почивать на лаврах, да, вот это не нужно. То есть если вы получили диплом, сказать, ну, я не знаю, я сейчас полгодика отдохну, потом, наверное, начну искать работу. Вот с того момента, как вам в руки попадают эти документы, вот тот плюс, да, который вы получаете. Но здесь больше о бумагах и документах, которые могут затем проигрываться именно в финансовом аспекте со знаком плюс. Вот здесь именно вы можете приумножать, со всей страстью отдаваться изучению вот этого процесса, который вы получили, и становиться лучшим. То есть вот здесь определенная соревновательность, когда человек говорит, а я хочу переплюнуть кого-то, а я хочу быть лучше. Вот это хорошая позиция для того, чтобы продолжать ваши действия в рамках того, что вы приобретете. Шикарная позиция. Вообще называется сам себе может позавидовать тот человек, который ее выбрал. Ну, а мы завидовать не будем. Мы дальше идем. И для тех, кто выбрал позицию номер 3, это у нас замечательное золотое колесо. Давайте посмотрим, во-первых, перспективы того, сможете ли вы найти. Да, здесь вот такая история, что в пределах где-то, смотрите, от 2 до 8 месяцев здесь вот у людей получается. Но в целом больше в районе 3 месяцев сроки будут отыгрываться все-таки у вас. Здесь есть действительно возможность найти клад. Что будет именно кладом? Давайте мы посмотрим, в какой сфере. Ну, я уже предчувствую сферу чувств, скорее всего. Ну, у вас, смотрите, может быть затронта и финансовая сфера в том числе. Хотя, может у кого-то проиграться ситуация, как с милым рай и в шалаше. Ну, вот давайте мы посмотрим сейчас, кто или что это может быть. Смотрите, новое дело исполнения мечты, перерасчет, перераспределение имеющегося ресурса в новое дело. При умножении блокирования конфликта, то есть вот если вам пытаются перебить какую-то сделку, какую-то договоренность, влазят в вашу ситуацию, вы сможете очень жестко остановить, заблокировать вот такие недружественные действия, которые могут быть направлены против вас. А в целом здесь именно ситуация больше про что, чем про кто, потому что все-таки ложатся карты, которые говорят о том, что вы сможете с тем ресурсом, которым вы уже обладаете, перераспределив его, достичь тех целей, которые, ну, допустим, вам будут говорить о том, что, ой, Лен, да ладно, да не сможешь ты, у тебя там и денег толком нет, чтобы это сделать. Хотя вы раз и можете сделать то, что вы задумали. То есть здесь главное не опускать руки, главное смотреть вперед. И здесь все то, что касается работы, дела, исполнения мечты в этом ключе, оно все здесь будет отыгрываться. Но, знаете, на фоне любви к тому делу, вот к тому, что вы будете, да, делать, производить своими руками или каким-то образом своими стараниями получать результат, вот эта любовь к процессу дела, занятию, да, она может сыграть позитивную такую хорошую службу и привлечь к вам любовь окружающих людей. То есть будут говорить, вот посмотрите, Анастасия это у нас как красиво там, допустим, шьет, как она с удовольствием там, вдумчиво. То есть люди могут в вас влюбляться за вашу страсть к тому, что вы можете делать, за верность своей мечте, за то, что вы идете в том направлении, чтобы достичь того, чего вы хотите, а не пассивно сидите и ждете у моря погоды. Как вам пользоваться этим кладом? Смотрите, делай, что должен и будь, что будет. Оставьте себе и стабилизируйте в первую очередь ситуацию. Затем сидите и выжидайте. То есть вот то, что вы делали, даст свои плоды. И у тех, кто смотрит сразу, допустим, да, вот после выхода этот расклад, в июне, июле даже те, кто будут еще смотреть, для вас это буквально месяц-два, месяц-полтора даже ожидания. Для тех, кто позже, например, там в январе найдет и так далее, это где-то до полугода исполнения. То есть придется подождать. Вот здесь как раз тот случай, когда можно почивать на лаврах, не то чтобы почивать, но восседать однозначно. И ждать от моря погоды после того, как вы достигнете вот то, что вы получите. То есть когда вы уже перераспределяете, тогда, когда вы уже владеете и делаете выводы, как вы будете распоряжаться тем, что вам принадлежит. Давайте вам предостережение, совет. Ну вот смотрите, здесь вот именно какой-то накопительный эффект от этой ситуации, от этого клада, который вы найдете, от этого ресурса. Сразу решать, что с этим делать, называется, о, там, допустим, получила-ка я деньги, пойду я вот сразу там куплю себе платье. Нет. Здесь такая позиция, когда вам сразу решать ничего не надо. И вам нужно еще хотя бы примерно такую же сумму или немного меньше подкопить. После этого у вас откроются блестящие возможности для того, чтобы принять решение о реализации того, чем вы обладаете. То есть вы знаете, как попробуйте подкопить, помочь себе вот какое-то время еще добиться каких-то достижений. Не обязательно это финансовые накопления. Это может быть накопление опыта, накопление, там, допустим, каких-то работ. Вот если вы, ну, я не знаю, там, на каком-то сайте, например, выставляете свои работы, вы там делаете каких-то кукол, или вы, допустим, крутите свечи, или что-то еще вы делаете, или вы шьете прекрасно, сумочки производите, то в этом ключе, вот в этой ситуации вам нужно не просто вы сделали одну шикарную работу и начать это показывать, называется, вот сумочка моей мечты, я там ее сшила сама, и вообще я красотка, да? Вы красотка, но вам нужно иметь какую-то базу. То есть вам надо шить не одну сумочку, а восемь, для того, чтобы потом это уже выкладывать, показывать, реализовывать. Если это картины, то написать не одну картину, а несколько картин, и потом уже это выставлять. Поэтому здесь вот вы должны иметь в виду просто такую реализацию и не торопиться. То есть что-то сырое, что еще не обрело свои очертания глобально, да, вот в рамках того, что происходит, да, вам нужно именно набрать силу. И только потом, после того, как вы наберете силу, после того, как ваше дело наберет силу, будет какая-то копилка, да, вот портфолио, может быть, какое-то набрать. Если человек дизайном занимается, то, знаете, как бы один дизайн интерьера, выкладывая там двух комнат в одной квартире, нет никакого смысла. Здесь нужно подкопить работы, создать портфолио более богатое, и тогда уже его определенным образом презентовать окружающим, чтобы они могли восхищаться уже заслуженно, перебирать, смотреть несколько вариантов, и уже на фоне этого принимать определенные решения о сотрудничестве с вами, например. Вот это будет со знаком плюс. Ну, то же самое и про личное. То есть показать себя не только один раз, вот я хорошо готовлю, а показать как-то несколько раз, приготовить разные блюда, как-то интересно, чтобы это проигрывалось, и потом уже все это тоже презентовать и получить заслуженные комплименты, просто рукоплескание до неба. Ну, конечно, позиция. Первое, второе, третье компот. Давайте посмотрим, как вторая по порядку выкладки, третья по порядку открытия у нас проигрывается. Найдете ли вы клад? Ну, вот смотрите, у вас может быть клад немножко добыча меньше, чем ожидалось. Однако, вот знаете, такое ощущение, что вершки и корешки. Вы можете потянуть за то, что вот есть, вот за верх какой-то ситуации, и вдруг вы откроете для себя богатый внутренний мир человека или того, с чем вы соприкоснулись. То есть здесь сперва может ожидать какое-то разочарование. О, я думал, я сразу получу какие-то волшебные знания, а вы мне всего лишь дарите книжку. И когда вы откроете эту книгу и начнете читать, когда вы начнете информацию получать и обрабатывать, у вас откроются новые возможности. То есть то, что вы получите, это будет, скорее всего, предвестником клада. Вы получите изначально какую-то возможность, которую вы сможете как будто бы раскручивать, далее раскрывать как можно больше, как можно интереснее. Давайте посмотрим, в какой сфере это у вас может случиться. Смотрите, в сфере любых знаний, для кого-то это сфера магии, эзотерики в том числе, и есть люди, для которых это работа с землей, работа в саду, финансовое благополучие. Но знаете, как вот могут быть большие волнения. То есть изначально называется, ну я же не знаю, как это делать, как я могу идти и реализовываться в этом направлении. А у вас будет, будет открыта возможность хорошая, и даже если вы сперва считаете себя профаном в том, чем вы занялись, ну не знаю там в чем, например. Если вы считаете, что ну откуда я знаю, какие там цветы сажать в саду, я понятия не имею, я вообще только вчера родилась в этом смысле. И вдруг вы откроете для себя какой-то мир, одно, другое, третье, интересная информация, и вы сможете реализовываться в этом направлении, в любом направлении, которое сейчас для вас может казаться там нереализуемым абсолютно. больше о знаниях, причем о знаниях в любой, в любой сфере. Да, это про вас. Давайте посмотрим, кто или что этот клад. Внутреннее самозамкнутое развитие. Развитие себя, возвышение себя, набор знаний, когда вы из ученика будете перерастать в учителя. Ну и для кого-то здесь вот, если вы в браке, например, или мечтаете о заключении брака, то очень хорошая история наладить те отношения, которые есть. То есть вы можете открыть какой-то клад в уже имеющихся отношениях, увидеть их больше еще потенциал, чем он был до этого. К кому-то прям вот вернуться, бывшие по этой карте. Вы даже можете сперва как-то защищаться, пытаться вот отодвинуть человека, но здесь есть ситуация, когда может прямо накрыть страсть. У кого-то Ваня, Ванечка имя. Причем как-то не Иван именно, а вот Ванечка называете. Человек, а ну кто должен, тот услышал, соответственно. Как вам пользоваться этой ситуацией? То есть не то, что пользоваться человеком или как-то по-другому, да? А просто каким образом использовать эту ситуацию для дальнейшего движения. Смотрите, принять близко к сердцу, попереживать, с душой отнестись, учиться правильно выражать эмоции и учиться защищать свои чувства. То есть здесь вам могут сказать, Светка, да ты истеричка, ты блин вообще, ты там так близко к сердцу принимаешь, что ты из-за этого плачешь, что ты из-за этого переживаешь. А вы должны защитить свою возможность таким образом себя проявить. То есть вы можете сказать, да, я плачу, я человек, я вот так это чувствую, и я это буду проживать именно таким образом. Поэтому, пионеры, идите в жопу. То есть здесь вот будет с вашей стороны такая позиция, хотя казалось бы, да, вот могут увидеть вашу слабость в чем-то там. Или могут сказать, ой, Гай, что ты учишься, вы посадила-то там эти, не знаю чего там, помидоры, картошку, что ты над ними там бегаешь, как орлица над орленком. Ну, а вы можете сказать, а я так чувствую, а мне надо, вот вплоть до того, что с растениями пойти поговорить, мне надо, ну, значит надо, надо, значит надо. Значит, идем мы разговариваем с тыквой. Давайте посмотрим далее. Предостережение и совет. Ну, смотрите, не пытайтесь давить на окружающих. То есть не пытайтесь окружающих заставлять делать то, что свойственно вам в этой ситуации, то, что у вас требует душа. То есть если вот у вас требует душа, сидите там, какие-то стишки, какие-то петли для вязания, изучать долго, часами, читать какую-то книгу на определенную тему и реализовываться затем в этой теме. Не надо давить на окружающих. То есть ходить и читать всем эту книгу вслух, не надо. Вы можете это сделать для себя, усилить свой потенциал, увеличить свои знания. Если вы занимаетесь магией, то не надо всем ходить и рассказывать, о, Ленк, давай я тебе там ритуал на деньги сделаю, там еще что-то. Не надо. Просто иначе у вас поганой метлой начнут гнать и с санными тапками по попе лупить. Поэтому здесь вы должны как-то немножко уйти в уединение и в снижение активности коммуникации с окружающим миром. То есть вам иногда нужно просто побыть в покое для того, чтобы реализовать те знания, которые в вас накопились. Они найдут выход, они найдут правильный выход, все будет в порядке. Просто вам не нужно навязывать это окружающим. И делать это не через силу, а вот знаете как, когда бывают, говорят, что там, да ты что, ты пашешь как коня. Вы понимаете, что вы в этот момент, когда вам говорят, что вы там пашете, а вы сидите, вяжете и в этот момент душой отдыхаете. Да, вы можете физически как-то устать от чего-то, но при этом ваша душа, ваш разум, ваша эмоциональная, да, вот часть, она отдыхает и она получает позитивный заряд в рамках того, чем вы занимаетесь. Вот такая история. Поэтому желаю всем удачной реализации в любом направлении, которое вы для себя на сегодняшний день выбрали. Вот видите, прямо об обучении, о том, чтобы идти дальше, о получении информации. То есть не стесняйтесь просить информации больше, копать информации как-то больше и приобретать те знания, иметь тот уровень знаний, за который затем не будет стыдно. И я желаю всем удачи и благополучия, хороших реализаций и найти свой самый-самый лучший клад. На адекватные комментарии поставлю добрые сердечки и талисманчики, которые будут поддерживать вас соответственно и помогать вам в том направлении, в той ситуации, когда вы правы, но бывает, что вот я прав, но что-то не ладится. Поэтому от меня будет такая соответственно поддержка. Что касается сейчас вот видимо такой период, лета, люди занимаются своими делами, достаточно маленькое количество просмотров, а видео реально выходят ценные. И просто не снимать видео и ждать какое-то время, пока люди закончат свои дела и обратно придут в YouTube что-то смотреть. Это будет неправильно, потому что тогда те, кто смотрят, будут недополучать эти знания. Поэтому поделитесь в соцсетях, чтобы люди видели ту ценную информацию, которая дается и получали ее тоже, даже если вот сейчас как-то закрутились. Я желаю всем удачи и благополучия. До встречи. До свидания. До свидания.